Всем приветики! Сегодня хочу вам рассказать способ, который очень хорошо чистит засоры в раковине. Об этом способе я недавно сама узнала, но раньше, еще лет 5 назад, им пользовалась. Что мы берем? Открываем наш сливной. Из-за того, что там постоянно образовывается жир, то есть мы моем посуду, у нас там получается, именно в канализационных трубках образовывается масло, и оно не дает протекать. Что мы берем? Берем примерно стаканчик, и потихонечку всыпаем. Потихоньку-потихоньку, чтобы оно именно засыпалось. Желательно, чтобы раковина у вас была сухая. Такую процедуру вы, если будете на постоянке делать, то, соответственно, засоров у вас не будет, не будет никогда накипать, и не будет скапливаться внутри канализационных трубочек жир. Вот, потихонечку сыпите, чтобы именно туда, видите, у вас, чтобы просыпалось. Раковина желательно, чтобы была для этого сухая. Вот потихонку-потихонку оно все просыпается туда. Можете немножко вот так поделать. Чем больше туда засыпется, тем лучше. Засыпаете. Все, вот стаканчик мы примерно высыпали. Можно поменьше, вот видите, она сама сейчас засыпается. Засыпается, засыпается. Эту процедуру можете потом делать раз в неделю, к примеру, в зависимости от засора. Теперь, что мы делаем. Теперь берем, ложим на, либо закрываем, если закроется, получится закрыть вот эту слив. Закрываете его. Вот. И теперь, соответственно, чтобы вот у нас раковина каменная, чтобы она не испортилась, нам нужен кипяток. И потихоньку заливаем кипяток. Раковина должна быть закрытая. Заливаем, заливаем, заливаем. Ложка нужна, чтобы для того, чтобы проблем с раковиной нет было. Она распределяет горячий кипяток, температуру. Все, кипяток мы налили. Примерно можете литр налить. Теперь нам нужно поднять нашу сеточку. Сейчас я возьму что-то удобное и подниму. Я взяла вот сейчас ножик, нам нужно приподнять, чтобы вода равномерно вылилась. Все, вода пошла. И теперь вода потихоньку-потихоньку будет проливаться. Очень хорошо, кстати, засод. Видите, она начала бурлить. Это средство очень простое, есть у каждого. Это обычный стиральный порошок. Вот у нас есть халк. Это турецкий порошок. Вот смотрите, все. Прям слышите такой звук? Теперь оно немножко пусть постоит. И через пару минут можете слить еще раз горячей воды, чтобы полностью везде смыть все остатки жира и масла, которые находятся в трубах. И потом, соответственно, можете пользоваться. Можно так процедуру делать один раз в неделю. Как смотрите по мере засорения. И как вода у вас перестает убегать. Соответственно, вы так делаете. Все, всем пока. Хорошего вам дня, удачи. Будьте здоровы и берегите себя. Пока-пока. Вот уже смотрите, вот прошло минут 10. Вода прекрасно уходит. Но такую процедуру я сделаю еще через пару дней, потому что мы давно не делали. Обычно кротом пользовались, но крот в последнее время перестал помогать. Пока. Удачи. Берегите себя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...